Телеканал КРТ представляет Телеканал КРТ представляет Днепр уже не речка. Она обозначена как река. Это стоящие болота. Семь болот, перегороженных шестью гидроэлектростанциями. Течения практически нет. Все сточные воды со всей страны туда сбрасываются без очистки. Я это говорил на заседаниях и не один раз. РНБУ, Рада национальной безопасности и обороны. Ну да, слушают, соглашаются правильно. Но ни один частный предприниматель не хочет вкладывать деньги в очистные сооружения. А то, что касается Днепра. Катастрофическая ситуация, особенно с Киевской ГЭС. Примерно месяц тому назад, я вообще, если честно, год тому назад, мне показалось, таблица Менделеева Дмитрия Ивановича приснилась во сне. Он проснулся ночью, это достоверность и записал. А мне приснилось, что потекла дамба. Не просто так. Я просто знаю, что в 85-м году, ровно за год до Чернобыльской катастрофы, был порыв нашей Киевской ГЭС. Она очень комбинированная и сложная. Там треть ГЭС это плотина бетонная, а две трети земляная гравийно-песочная. И она тянется, наверное, бетонные километров 10, а километров 40. Я могу чуть-чуть ошибиться, не в том суть. Вот земляная гравийная. Ее прорвало ровно за год до Чернобыля. Тогда эти данные засекретили, никак не могли закрыть этот прорыв, хотя сбрасывали много щебенки, песка, чем угодно. Смывало. Течение было мощное, я уже не помню, почему. То ли полноводное тогда год был такой, что не могли ничего остановить. И тогда придумали, да, наши великие люди, умельцы, талантливый народ украинский, залепили эту огромную дырку, несколько десятков метров, где-то 30-40 метров мукой. Хлебом, галушкой. Получилась гигантская галушка. Известеный способ. Ну вот как, хлеб смешивают, муку смешивают, может быть, с извести, с песком, с чем-то, и она схватывается в воде быстро и заткнула эту дырку. Огромную дырку. Не спрашивайте, как, я не знаю. Но это факт. Факт известный, исторический. Тысяча тонн муки ушло. Вот тогда в четырех регионах Украины, если вы поднимете материалы, в открытой вы не увидите. Но я всегда имел высокую форму секретности. Работал в той области, ну, как все химики сначала. Да, я имел допуск этим материалам. А я видел, знал, что залепили мукой. И вот прошло много лет. А почему мне представилось, что там может возникнуть угроза? Я занимаюсь микрофлорой Днепра. Вот сейчас и рыба поменялась совсем другая. Осетровых не стало, белук не стало, которые когда-то в Днепре водились. Сейчас появились бычки, которые живут в основном только у берега Черного моря. А сейчас они живут. Вот эта солноватая грязная вода, она должна была за эти годы, это же почти с 1985 года, сколько, 35 лет, должно было пожрать микрофлоры, муку должна есть. Я знаю исторические сооружения только на Древней Руси, когда строили не на Извилске, а на муке с яйцами. Весь московский крем так построен. Это старинная, древняя, очень мудрая технология. Она держит лучше, чем всякие кирпичи. И в данном случае залепили. Микрофлора должна была сожрать. Я поехал туда, взял своего товарища, помощника, скажем так. Посмотрели, да, потекла. Ручки такие пошли. Но я почувствовал под ногами хлюпкает. Через месяц пришли уже сильнее. Вот сейчас просто рейки пошли из-под нее. Я обратился к руководству страны, в ОРНБУ. Сказали, нет, комиссия уходит, что-то, Гончарук, выдумываешь. Все наши анализы хорошие. Но они имели в виду, наверное, бетонные плотины. Все остальные плотины бетонные. Пять ниже. Самая старая плотина, советская, Днепрогресс, она лучше всех и стоит. Она построена была руками умельцев хороших. Правда, лет 30, то что я гарантирую, ремонтов не было этих плотин. Никогда. Вот за все последние годы. А без этого невозможно сохранить Днепр. А Днепр – это главный источник жизни на территории Украины. Без Днепра жизнь на этой территории просто невозможна. А Днепр начинается в той же местности, где и Волга. Рассматривать отдельно бассейн Днепра и Волги невозможно. Это единое начало. Земля-то, она умнее нас. Мы-то на этой земле разбросаны, да еще враждовать друг с другом начинаем. А Валдайская возвышенность и Северная Двинья дает источник. Там течет хорошая подземная, высокого качества вода. Но проходя через, там немножко через Россию, Белоруссию, по территории Украины проходит примерно треть по длине Днепра. Треть по Белоруссии, треть по территории России. Сам Бог велел нам жить не просто в мире, а в едином братском единении. Вода нас должна научить мудрости и полезности во всей нашей деятельности. То есть мы живем в таком формате, что вот эта затычка, которую тогда сделали, она, в общем, ее прорвет. Потому что векоплора пожрала вот эту муку. И поэтому мы вот будем наблюдать, я так понимаю, что очередную экологическую патастрофу... Так вот, после этого я пошел в РНБО, мне сказали, что проблем нет. Я опять пошел на плотину. Сделали фотографию, что усиливается поток. Потом передал, написал письмо на две странички. Я сделал много фотографий. Ну, наверное, полтора десятка фотографий, какие потоки идут. Прямо за бетонные дамы. А чем это чревато для Киева? Не для Киева, для всей страны. В чем угроза? В 1985-1986 году был уже Чернобыль. И там на дне этого Киевского моря лежит, по оценкам наших специалистов, порядка 80-90 миллионов тонн трансурановых элементов. Это все отходы, которые были на Чернобыльской станции, лежат на дне Киевского моря. Тогда, когда был порыв, то не было Чернобыля. Тогда спустили воду, отремонтировали, как смогли, и то не могли. А сейчас загадится вплоть до Черного моря вся территория, все черноземы будут залиты радиоактивным илом. Вода уже пошла. Я написал письмо Зеленскому. Не буду называть имен. Один из наших уважаемых людей, который очень хорошо знаю, ну, олигарх. Это письмо вручил из рук в руки. Через некоторое время, недели через две, я получаю письмо с РНБО. Кто такой РНБО, вы знаете. Рада национальной опасности с предложением дать мне пояснение. Я им отсылаю дополнительные фотографии и дубль этого письма снова. Говорю, если возникнут вопросы, я готов пояснить. А вообще лучше ножки приделайте, посмотрите сами. Легко увидеть, что потекло. Что там? Это единственная плотина, которая сделана, была в спешке, быстро. Просто необходима была электроэнергия. Земляные дамбы не делали. Ну, вроде как равнинная территория. Но подъем воды там достаточно высокий. Сейчас не могу сказать, но где-то метров 20-30, наверное, высотой. Но это поток мощный. Да, если проймет, то вот эта волна, она может сбить все остальные пять плотин. Мы останемся вообще без электроэнергии.